Майкл Суэнвик, Мать Железного Дракона Майкл Суэнвик – автор современной классической фэнтези «Дочь Железного Дракона», вышедшей в 1993 году, в которой мир Ферри перенесен в современный постиндустриальный мир. За ним последовал роман «Драконы Вавилона» 2008 года, а в этом году вышла третья книга трилогии «Мать Железного Дракона». Карьера Суэнвика началась с рассказов в 1980 году. Оба эти рассказа были номинированы на премию Небила за лучший рассказ года. Его первый опубликованный роман был «В дрейфе», вышедший в 1985 году. Это взгляд на людей, пытающихся выжить результаты ядерного инцидента на Три Майл Айленд в Соединенных Штатах. За этим романом в 1987 году последовал роман «Вакуумные цветы» – приключенческий тур по обитаемой солнечной системе, где люди Земли были поглощены кибернетическим массовым разумом. Станции «Прилива» последовал в 1991 году. Это история преследования бюрократам фокусника по миру, который скоро изменится из-за 50-летнего «Прилива». «Дочь Железного Дракона» вышел в 1993 году, как я уже говорил. Это фэнтези с эльфами в костюмах Армании и драконами в роли самолетов-истребителей. Джек Фауст, вышедший в 1997 году. Это пересказ легенды Фауста с использованием современной науки и техники. «Кости Земли», вышедший в 2002 году. Это рассказ о путешествии во времени с участием динозавров. «Вавилонские драконы» или «Драконы Вавилона» действия, как я уже говорил, происходят в том же фантастическом мире, что и «Дочь Железного Дракона». А в 2011 году вышел роман «Танцуя с медведями», который рассказывает о приключениях двух жуликов в далеком будущем – Даргера и его пса Сарпласа, впервые появившихся в рассказе Суэнвика «Пес сказал гав-гав». На этот раз герои попадают вместе с караваном багдадского халифа в Московию, чтобы пасть на аудиенцию к тамошнему князю. Ситуацию осложняют политические интриги, подарок багдадского халифа князю московитов, византийские жемчуга, а также Зоя Софья – правительница, которая поклялась защищать честь странного подарка. Роман «Полет Феникса» вышел в 2015 году и продолжил приключения двух мошенников. «Мать Железного Дракона» можно с легкостью отнести к жанру твердой фэнтези. Это уникальный сплав научной фантастики с тщательно и ярко прописанным фэнтезийным миром. Это полнокровный, свирепый и прекрасный мир, который имеет убедительную технологическую поддержку, красивую философскую основу и полон чудесных и жутких мест, населенных удивительными существами. А еще этот мир опасно близок к нашему. Когда Свенвика спросили, что побудило его начать писать истории, происходящие в этом мире, он сказал, что думает, что читал слишком много фэнтези-романов, не имевших никакого отношения к реальности. Герои романов просто находились в своем мире и разыгрывали свои маленькие фантазии о власти, и никогда не связывались с настоящим миром. Он сказал, что думает, что все великие фэнтези имеют странный тип отношений с миром. И, например, возьмите «Властелин колец» или трилогию Гармингаста. Свенвик просто хотел привязать свои произведения к реальным вещам. Он хотел, чтобы у людей было ощущение, что что-то поставлено на карту, и то, что поставлено на карту, не менее важно, чем то, что поставлено на карту в нашей собственной жизни. «Мать железного дракона» занимает почти 400 страниц, что делает этот роман достаточно коротким для современного фэнтези. Но я редко встречал роман с меньшим количеством ненужных частей. Свенвик также экономен в словах, как и в эффектах. Он не слишком много объясняет, будучи уверен, что детали, которые он использует, расцветут в нашем воображении и в целый мир. В одном этом томе достаточно изобретений, чтобы заполнить целые полки романами. Но Свенвик работает осторожно. Он не разрабатывает детали, а просто на них намекает. И в конечном итоге, как всегда, Свенвик из небольшого романа создал просто шедевр. Это достойное завершение всей трилогии, и я очень рекомендую вам его к прочтению. Спасибо за внимание. Пожалуйста, если вам понравилось это видео, посмотрите мои другие видео. У меня много интересных видео о книгах Гленн Кука, о новом романе, выходящем на русском Джина Вулфа, о других произведениях. И я планирую выпускать видео каждый день, иногда даже несколько раз в день. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, нажмите лайк-баттон. Если хотите, оставьте свои комментарии. И самое главное, пожалуйста, возвращайтесь. Спасибо за внимание.